Олимпийские старты, яркие победы и несправедливые решения. Все это в ближайшие полчаса на ОНТ. То, чего мы ждали больше недели, свершилось. В медальной коллекции Беларуси сразу две награды – золото и серебро. Хорошо! Жди! Беларусь! Далия Думрачева! Еще одну медаль у нас отобрали нагло и без церемона. Олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир стал жертвой спорных судейских решений. Финал Беларуса просто не пустили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эта тема станет центральной сегодня в спортклубе. Мы собрали самые разные мнения. Выводы сделайте сами. С вами Сергей Соболь. И Мария Лемешева. Считаете ли вы судейство в отношении Антона Кушнира предвзятым? Об этом мы спросили зрителей в новостях спорта и получили ответ на сайте ONT.BY. Там же вы можете оставлять свои комментарии. Нам интересно каждое мнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конкуренты из Китая и России. И также самую низкую оценку за приземление. 2,7. Гассера арбитр оценивал так высоко, как никто другой. Высшие баллы. Кушниру до финала не хватило всего 0,45. И сейчас к нам присоединяется Андрей Бондаренко. Он видел золотую радость Анны Гуськовой. И сопереживал Антону Кушниру. Я лет супер. Пхенгчан на связи. Антон Кушнир. Чистый атлет. Никогда не фигурировал в допинговых историях. В самых важных моментах рисковал. И всегда выигрывал. Олимпийский чемпион. Придраться не к чему. Поэтому судьи решили топить белоруса жестко уже на стадии квалификации. Видимо, кто-то решил, что для Беларуси 4 олимпийских золота из 4 на 2 последних олимпиадах это слишком много. Но Антону не должно быть стыдно. Он сделал все как положено. Такой прыжок, как у Кушнира, тройное сальто с 4 винтами в квалификации выполняли многие спортсмены. Они проходили в финал. В том числе и швейцарец Миша Гассер, который почти никогда и ничего не показывал на этапах Кубка мира. Попытка Антона Кушнира должна была отправлять его в финал. Чуть ли не с первого места. Швейцарский арбитр решает. Иначе. Радость Антона после прыжка меняется на недоумение. Что происходит, не понимают и зрители. Даже соперники, в том числе и будущий олимпийский чемпион из Украины Александр Абраменко в шоке. Все зависит от судей. У них есть зазоры по оценкам. Они этими оценками могут так манипулировать, что кого-то пропихнуть, кого-то оставить за бортом. Поэтому мы всегда, когда прыгаем, мы выкладываемся на максимум. И очень обидно, когда судьи не честно оценивают твою оценку. Вернее, твой прыжок. И мы это наблюдали с Антоном. Безусловно, нам кажется, что Антону поставили очень мало баллов и за первый прыжок, и за второй. Что, мне кажется, просто сбросили фаворита вниз, чтобы... Потому что, мне кажется, у Антона были все шансы олимпийской медали. Судьи украли у Кушнира не только прыжок, но и олимпийскую мечту. Он мог стать первым в истории двукратным чемпионом во фристайле. Вообще никого, не только белорусского, никого я не помню, что так нагло и откровенно. На таком мировом форуме, на форуме такого уровня, я не помню ни разу, что так убирали соперника. Такого у нас не было. И это уже становится традицией. Золото судьи украли у Дмитрия Дощинского. В 2002-м был создан прецедент. Похожий скандал случился в фигурном катании. Спорт захотели сделать менее субъективным. Изменили правила кардинально, обучили новых судей и увеличили их количество. После Пхенчхана буря начнется во фристайле, уверен Николай Казека. В этот случай и та встряска, которую получил сейчас и Международный олимпийский комитет, и Международная лыжная федерация по поводу обращения нашего президента. Я думаю, они обратят внимание и сделают серьезные выводы и будут пересмотрены на многие позиции формирования судейских бригад на крупнейшие соревнования. Ну и ответственность каждого судьи будет уже по-государственному обозначена, принципиально обозначена. Что это судьи дают клятву не так просто судить объективно, честно и справедливо, а действительно это клятва, за которую он несет ответственность. Видимо, все устали от белорусских побед. Мы привозим медали с шести олимпиад подряд. Белорусские лыжные кроваты семь раз поднимались на пьедестал. Анна Гуськова с этим давлением справилась. Отличный прыжок и золотая медаль. Антон Кушнир прыгнул хорошо, но такого судейства не ожидал. Сейчас он не дает комментариев, и главный тренер сборной Николай Козека не знает о дальнейших планах фристайлиста. Все ждут, пока остынут эмоции. Но белорусским болельщикам и ценителям лыжной акробатики, конечно, хотелось бы увидеть Кушнира в финале и с олимпийской медалью. В Хантыкчан мы еще вернемся. Уверен, нас ждет много интересного. Об игре не по правилам. Как с этим бороться и можно ли победить? Спросим у человека, который знает о фристайле все. Все. У нас в гостях заслуженный тренер Беларуси Владимир Дощинский. Владимир Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Прошу. Вам приходилось видеть много спортсменов, в том числе на международном уровне. На что в первую очередь обращают внимание арбитры? Сейчас обращают внимание на чистоту исполнения. Очень чисто исполняется. Высоко. То есть амплитуда там играет роль. Если все по амплитуде сделано правильно, тогда и правильное приземление. А если зависает, значит камнем не спадает. Уже не то. Хорошо. Давайте тогда вот по этим критериям разберем прыжок Антона Кушнира. Внимание на экран. Вот смотрите, высота нормальная? Да, отличная высота. А приземление? Вот сам? Ну он немножечко сильно присел. Но это может что-то не увидел. Вот вы бы сняли за это баллы? Мизерно. Минимально? Да, минимально. Сколько бы он получил, если бы вы были судьей? Выше 125 бы поставил. Выше 125? И на Кубке мира он бы получил оценку. Что-нибудь где-то 127. Вот так вот. А вот в вашей сейчас, в нынешней оценке, субъективизм присутствует? Ну конечно. Я своего человека из Белоруссии сужил своего спортсмена. Хорошо. Тогда давайте посмотрим на прыжок Миши Гассера. Вот видите, ноги разлетают, сгибают. Лыжи перекрещиваются. Так хорошо. Откуда такая разбежка? Судей. Судей? Три судьи могут договориться. Ставят оценки ниже, например, к тому же Кушниру. Две отбросятся, а третья попадет в зачет. Безусловно, если мы предполагаем, что субъективизм присутствует в оценке прыжка, то все-таки, может быть, стоит рискнуть. Может быть, это будет оправдано. Ну, там есть козека на склоне. Все надо быть там присутствовать. Ветер, состояние снега, состояние трамплинов. Все это влияет. На вашей памяти были такие случаи, когда вот так явно подтягивали каких-то определенных спортсменов? Далеко ходить не надо. В Италии Олимпиаду. В зиму отобрали золотую медаль. В наглую причем. И прыжок у него был сложнее, чем у китайцев. Сложнее. И сделан он его лучше. То есть китайцы, очевидно, тащили вперед. Да, тащили. Все. Так он остался без золотой медали. Можно ли судить по всему этому, что соперники нас боятся? Ну, конечно. Конечно, в Сочи Олимпиада два первых места. И здесь у Ускловой первое место. И еще, например, если бы было, то они никогда в жизни не отдадут белорусам. Любому другому, но только не белорусам. Была такая ситуация на чемпионате мира в Канаде. Канадцы законодатели, основатели фристайла, особенно лыжной акробатики. А выиграл Гришин второй Дощинский. И еще был у нас Саша Ткаченко. Не третий, к сожалению, четвертый. Они все, американцы и канадцы, ходили как опущенные в воду. Выходит, нужно иметь своих судей? У нас есть судьи международного класса. Но они еще по стажу не доросли до Олимпиад. Они судят Кубки мира, чемпионаты мира. Но не Олимпийские игры. Как думаете, Антон справится с этой несправедливостью? Ну, он такой парень вспыльчивый. Видно было, как он уходил и не понимал, что. Потом ему объяснили. Его нужно понять. Да. Я думаю, что справится. Владимир Иванович, я благодарю вас за беседу. Было очень приятно. Спасибо за то, что в наше время прийти к нам в студию. Удачи вам. Спасибо. Владимир Дощинский о необъективном судействе на Олимпиаде. И сейчас обратимся к цифрам. На четырех из шести этапах Кубка мира Антон Кушнир был в призовой тройке и зарабатывал высокие баллы за свои прыжки. И вот, к примеру, результат белоруса в китайском Сикрет Гардене 17 декабря. За тройное сальто с четырьмя винтами оценка Антона 124,34 балла. Значительно больше, чем в первой попытке на играх в Пханчхане. Далее этап в Москве. Вновь тройное сальто с четырьмя винтами, как и на Олимпиаде. Оценка намного выше. 126,55. И первое место. Через неделю старт в Дервеле. Антон повторяет прыжок, получает чуть меньшую оценку. 124,78 балла и становится третьим. Заключительный этап Кубка принимал Лейк Плэсид. Кушнир усложняет программу. Исполняет победный прыжок игр в Сочи. Тройное сальто с пятью винтами. Оценка 126,50 балла. Это второй результат. Повторить свой коронный прыжок в Пханчане судьи Антону не позволили. Отрадно, что и болельщики, и журналисты поддерживают Антона Кушнира. И не скрывают своих эмоций в социальных сетях. Самый распространенный набор слов, описывающий исход квалификации. Шок, ужас, грабеж. Вот цитата информагентства Рейтерс. Когда огласили результат Кушнира на лицах его товарищей по команде, тренеров и даже соперников, был шок. Категоричен и тренер сборной Великобритании по фристайлу. Это невероятно. Антон Кушнир был просто изнасилован судьями во втором прыжке. И он не попал в финал. О чем судьи вообще думают? Какое 11 место? Это был прыжок на топ-3. И мнение болельщиков. Как можно с двумя хорошими прыжками не пустить спортсмена в финал? Все здесь понятно. Держись, Антон. Прыжок у Антона Кушнира украли. Судьи. И сейчас к нам присоединяется 4-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов. Александр Иванович, добрый вечер. Недопуск к Олимпиаде чистых российских спортсменов. Ситуация с Антоном Кушниром. Не слишком ли много скандалов для одной олимпиады? Вы знаете, это судейская ошибка. И те виды спорта, в которых судят люди, всегда есть проблемы. Это касается фигурного катания, футбола, баскетбола, волейбола. Всегда присутствует человеческий фактор. Я видел это. Здесь натуральным образом засудили. Просто отдали сопернику. Ну, явно. Понимаете, вот нас сидело человек, наверное, 30-40. Мы наблюдали. Понимаете, потом мне друзья позвонили из России. Говорят, ну, это просто беспредел. Потом мы видели реакцию президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Он абсолютно тоже прав. Бороться с этим беспределом очень и очень сложно. Я думаю, теперь, наверное, когда будут поданы все иски, наверное, надо смотреть видеозапись, делать паузу и смотреть, кто же достоин того или иного места, тех или иных баллов. С мнением Александра Тихонова, согласны в Москве. Как белорусского спортсмена поддерживают россияне? Светлана Корольская на связи с нами. Гимн Беларуси здесь, в Москве, в честь победы Антона Кушнира, звучал меньше двух месяцев назад. В начале января наш фристайлист, едва оправившись после травмы и операций, взял золото на этапе Кубка мира. Россияне иногда удивляются, что законодателями мод во фристайле являются именно белорусы. Но только пока не увидят выступление Кушнира. Олимпийские надежды, с учетом результатов Антона, обещали нам медали и в Пьенчхане. Помешать, конечно, могли ошибки, но то, что белорусы лишат возможности побороться за пьедестал, несправедливое судейство, удивляет сейчас многих и в России, стране, которая недавно сама столкнулась с несправедливостью в спорте. Из 500 спортсменов по решению МОК в Корею поехали лишь 169. Им запретили называться россиянами, только олимпийскими спортсменами из России лишили флага и гимна. Причем четких доказательств в допинг-нарушениях не предоставили. Тогда вся страна обсуждала политический подтекст такого решения международных чиновников, мол, наказывают Россию за самостоятельную политику. В стране долго обсуждали после такого унижения, ехать или нет. Решение участвовать приняли сами спортсмены. Болельщики поддержали. Ведь надежду на то, что справедливость восторжествует россиянам, все-таки оставили. И наша сторона, всех спортсменов знает лицо. Не будет играть гимн, мы будем здесь дома петь его. Не будет флаг подниматься наш, но мы будем вставать и аплодировать ребятам. Здесь как бы инициатива на стороне МОК. Мы подчиняемся его решению. Может быть, и случится то, что мы хотим и надеемся, что в заключительный день наши спортсмены, которые будут представлять нашу страну, пойдут под своим родным флагом. Беларусь была одной из немногих стран, которая открыто заявила о неприемлемости предвзятого отношения к российским спортсменам. Атлетов поддержали, простые люди, главы федераций. Об этом говорил и президент Александр Лукашенко, встречаясь в Москве со своим российским коллегой. Вы знаете нашу позицию. Она с нами солидарна и главы государств присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобные отношения к российским спортсменам, к российской федерации. Вы должны знать, что мы в этой борьбе вас поддерживаем. Мы также занимаем ту же позицию, что и вы по борьбе с допингом. Но наказывать надо тех, кто виноват. Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс, ибо это иначе не воспринимается, как политические санкции против страны. Сейчас здесь, в Москве, многие вспоминают эти слова президента Беларуси. Поводом стало именно нечестное судейство в отношении Антона Кушнира. Дескать, МОК припомнил стране открытую поддержку России и критику международных спортивных чиновников. Когда все-таки президент страны такие делает заявления, это по-любому должно вызывать и мировой резонанс. И наносить, скажем так, это наносит ответный удар, правдивый ответный удар, той информационной войне, которая реально развязана против нас всех. Но у белорусов в связи с результатами соревнований по фристайлу есть вопросы и к самим россиянам. Представитель этой страны вместе с Китаем и Швейцарией входил в судейскую бригаду, которая оценивала акробатику. Поставленные им оценки многие посчитали заниженными. Особенно это за дело белорусов, которые живут в России. Они-то точно болеют и за своих, и за россиян. Мы играем во что? Мы на Олимпийских играх? Да, то есть? Или мы посидим в карты играем? Что мы делаем? Это некрасивое, неправильное отношение к братскому народу, я так считаю. Своих соотечественников вверх тащат, конечно, многие судьи. Так, кстати, было и с нашими престолистками. Китайский судья, например, не стесняясь, выставлял своим спортсменкам максимальные оценки, а белорусскому – минимально возможные. Но Анне Гуськовой удалось стать лучшей. Кушниру уже просто не дали такой возможности. Отдать весь золотой пьедестал небольшой Беларуси кто-то просто не захотел. Похоже, приходит время, когда тренироваться на результат должны не только атлеты. Спорт высоких достижений определенно становится все теснее, связан с политикой на самом высоком уровне. Чем закончится олимпийская драма Антона Кушнира сейчас трудно предсказать, но опыт России говорит о том, что борьба за справедливость в спорте часто бывает долгой, сложной, не всегда приводит к честным решениям. Коллеги? Что такое судейский фактор и как реагировать на откровенную предвзятость, спросим у олимпийского чемпиона по фристайлу Алексея Гришина. Ну, я думаю, наверное, не наверное, а точно, это надо в первую очередь очень сильно задуматься и посадить в суде бывших спортсменов, либо спортсменов, тех, которые имели какое-то отношение к акробатике, это в первую очередь. Люди, которые не разбираются в этом, в акробатике, они теоретически не могут быть судьями и судить выступления. Как последнее выступление, что случилось с Антоном Кушниром, это, конечно, смеху подобно. Я бы в первую очередь задумался о том, чтобы туда садить адекватных людей, которые имели прямое отношение к акробатике. Спасибо недавнего партнера по сборной поддержал олимпийский чемпион Алексей Гришин. О предвзятости сейчас говорят и болельщики, и спортсмены, и спортивные специалисты. Многие возмущены. И сейчас к нам присоединяется наш политический обозреватель Александр Злобин. Александр, добрый вечер. Какую оценку действием судей дал глава государства? Добрый вечер. Оценка была однозначной. Это безобразие, которое не должно повториться. Таким мнением Александр Лукашенко поделился с журналистами прямо на избирательном участке после голосования на выборах местных советов. И, конечно, такой выбор лучших фристаллистов никому не нужен. Его нельзя назвать ни честным, ни справедливым. Принято решение. Кем? Прежде всего, судьями. Смотрите, в судейской коллегии из пяти, по-моему, россиянин, китаец и швейцарец. Все они протащили в финал своих спортсменов. Два китайца, два россиянина и швейцарец, который Антона опередил 42 сотых балла. Странно. В этом почти не бывает и 120 баллов. Они его попробовали выкинуть в первой попытке квалификации, загнав на 11 место. А во второй ничего не осталось делать, как просто его сделать седьмым, потому что шестеро проходили. Вот они таким образом выкинули этого парня с соревнований. Еще раз подчеркиваю, если бы умные были, то хотя бы в финал пустили. Но они понимали, пусти этого в финал Антона, труба, всем будет труба. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать. Поэтому это безобразие сплошнейшее. Я его иначе объяснить не могу. Всем известно, президент человек действием. Не теряя времени, 17 февраля, в день квалификации, Александр Лукашенко, как глава государства и Национального олимпийского комитета, адресовал письменное обращение президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой разобраться в ситуации. Наша лыжная федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему, по-доброму. Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Корее, направить немедленную правительственную телеграмму в адрес Баха, президента Международного олимпийского комитета, высказал ему все, как я думаю, в такой мягкой форме. Мы это все обнародуем. Мы прятать это не будем. Я мало надеюсь на то, что там будет результат, как только что мне позвонили, из офиса Баха отреагировали, дали команду разобраться и принять меры. Потому что возмутилась уже вся общественность спортивная, уже с Америки, Великобритании, они же смотрят это, уже идут сигналы, что это ненормально. Даже я вот слушая комментатора российского, он говорит, ну это больше чем странно. Я не думаю, что там будут приняты в нашу пользу решения. Если этих решений не будет, что дальше? Значит, думаю, что этот разговор надо перенести на площадку Международного олимпийского комитета. За эти 20 лет, что я работаю президентом, я ни разу не был на этих сессиях, мог. Но думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное, политизированное царство немножко расшевелить. Слишком хорошо живется, понимаете? Делят этих людей на белых, черных, желтых, делят их уже по рангам заранее и начинают делить медали. Кто сильнее, я имею в виду политически, тот и получает медали. Так быть не должно. Обеспечить беспристрастное исследование выступления Антона Кушнира. По форме это, конечно, просьба, но по сути требование. Ведь честность и равенство должно быть в основе олимпийского движения. Приведу цитату из этого обращения. В результате субъективного и предвзятого мнению судей, представляющих стран и участниц соревнований, была преднамеренно занижена оценка выступления белорусского фристайлиста, известного олимпийского чемпиона Антона Кушнира. Вся белорусская спортивная общественность, а также представители международного сообщества, ведущие спортсмены и специалисты фристайла, сходятся во мнении, что подобное действие имело целью отстранение одного из лидеров мирового уровня от участия в заключительной стадии соревнований. Прошу вас, как профессионала и гаранта соблюдения международно признанных принципов олимпизма, оперативно предпринять все меры и обеспечить беспристрастное и компетентное исследование выступления Антона Кушнира в духе высшей спортивной справедливости «Фэрплей». С целью допущения белорусского спортсмена к финальной стадии соревнований. Какой можно сделать вывод? Нас лишили возможности бороться за медали. Это было нечестно. И сейчас для искоренения таких подходов в спорте важно задействовать все инструменты. И политику, и дипломатию, и солидарную позицию других стран. Всех, кто заинтересован в чистом спорте. Без допинга и судейского вмешательства. Спасибо. Александр Злобин рассказал о реакции президента Беларуси на несправедливое судейство. Каким будет официальный ответ МОК? Надеюсь, мы с вами узнаем в ближайшее время. А пока сделаем первые очевидные выводы. Спорт высоких достижений перестает соответствовать буквальному значению олимпийского девиза. Быстрее, выше, сильнее. Сильнее не тот, у кого лучшая физическая форма и психологический настрой, а тот, кто весомее политически, у кого быстрее, а может быть, шустрее спортивные чиновники. Именно там, в высоких кабинетах, а не на полях и трамплинах, все чаще выставляются оценки и вершатся судьбы и спортсменов, и целых государств. Деньги, коррупция, безнаказанность. Эти термины уже вошли в современную историю международного спорта. Президент Беларуси высказался однозначно. Необходимо восстановить статус-кво, очистить спорт от политики. Это, впрочем, вовсе не означает, что белорусские спортивные функционеры должны безропотно ждать этих светлых дней. За своих нужно биться, вгрызаться в спорное решение, отвечать на каждую обиду и не оставлять без внимания наглость и хамство. Сделаем ли мы свои выводы после Олимпиады-2018? С этим вопросом мы обращаемся к генеральному секретарю Национального олимпийского комитета Беларуси Георгию Катулину. Георгий Васильевич, здравствуйте. Говоря о представительстве в Международном судейском корпусе, надо стремиться добиться того, чтобы судьи наши были высочайшей квалификацией. И без сомнения со стороны Международной Федерации включались в судейские панели самых высоких соревнований. Говоря о кабинетности игр, вы, конечно же, правы. Международный олимпийский комитет частенько забывает о том, что в хартии олимпийской прописано, что основным звеном, центром олимпийских игр являются прежде всего атлеты. Скажем так, нечестные игры на бумаге, они часто буквально разрушают имидж игр. Хотелось бы, чтобы все судьи, независимо от вида спорта, не забывали о клятве, которую они приносят в начале олимпийских игр. Судить честно, беспристрастно, основываясь на принципах олимпизма и принципах честной игры. Спасибо. А сейчас продолжим говорить об Олимпиаде. Считаете ли вы судейство в отношении Антона Кушнира предвзятым? Об этом мы спросили зрителей. Арбитры были несправедливы. В этом не сомневаются болельщики. Абсолютное большинство, 88%, поддерживают нашего олимпийского чемпиона. 12% зрителей считают решение справедливым. Официальное решение МОК пока не объявлено. Серебро с золотым отливом. Так описала свою пятую олимпийскую медаль Дарья Домрачева. О биатлоне сразу после рекламы не переключайтесь. С возвращением в спортклуб. Перед рекламой мы говорили о биатлоне. Суверенная история нашей спортсмены завоевали 9 олимпийских наград. У Дарьи Домрачевой 3 золота, серебро и бронза. И к нам вновь присоединяется Андрей Бондаренко. Андрей, на твой взгляд, почему это второе место сродни победе? Судя по эмоциям самой Дарьи, для нее эта награда очень значимая. И не только для нее. Ведь это первая медаль белорусских биатлонистов на Олимпийских играх 2018. И также медаль не менее значимая для Ули Эйнара Бьорн Далина, которая здесь находится вместе с Домрачевой. И скорее всего, эта награда запомнится им больше всего. Ведь велика вероятно, что для Домрачевой это последние Олимпийские игры в карьере. Ее пятая Олимпийская медаль получилась, пожалуй, самой сложной. В Ванкувере первую бронзу никто не ждал. В Сочи Дарья была безоговорочным фаворитом. А сейчас конкуренция была безумной. Порывы ветра словно преследовали Домрачеву на стрельбищах биатлонного стадиона. Но у нее все-таки получилось в умастарте стать второй. Здесь помог не анализ, а вера в себя до последнего, вера в себя и в свою команду. Я бесконечно рада, что все эти сложности удалось сегодня преодолеть и собраться на сегодняшнюю гонку и дотерпеть до конца. К остальным биатлонисткам о биатлонистах и вовсе молчим, есть вопросы. Тренерский штаб не смог как следует подвести команду к Олимпиаде. Надежда Скордина после провала в спринте провела две идеальные гонки, но даже при чистой стрельбе выше седьмого места подняться не смогла. И для Домрачевой, и для Скордина первые личные гонки складывались непросто. Но они справились. Мы внесли правильные корректировки, и они помогли добиться хороших результатов. Хотя могло быть и лучше. Это Олимпиада, все сражаются, все бегут на максимум. Значит, это максимум в данный момент. Конечно, немножко жалко, но что поделать. Ирина Кривко, Надежда Писарева и дебютантка Динара Олимпекова к играм оказались не готовы. В Хенчане одинаково тяжело было всем биатлонистам, но в основном солировали все те же страны, что и на этапах Кубка мира. Германия три золота, всего пять медалей. Это пока пять. Мартен Фуркат свои дежурные две золотые медали тоже взял. Победила ее Ханна Сбех. И даже шведская сенсация в лице Ханны Оберт. Наши биатлонистки сами все прекрасно понимают. Они работали над ошибками здесь целыми днями. Дарья Домрачева после каждой гонки долго общалась с тренером Альфредом Эдером. Помогло. Конечно, мы ждали больше медалей, но только после эстафетной гонки. Можно будет сказать, наступает ли в белорусском женском биатлоне кризис. В мужском проблем действительно очень много. Спасибо, Андрей. Биатлонные соревнования Олимпиады еще не завершены. Впереди эстафеты. Без овечки на икросбе, без аншлагов на трибунах и сенсациями на старте. В Кенгчане начался хоккейный турнир. Самое долгожданное событие Олимпиады. Хоккейный турнир на Олимпиаде проходит в не самом привычном формате, но фаворитам это не мешает. Первую игровую неделю успешно провели Россия, Швеция, Канада и Чехия. Как лучшие команды по итогам группового раунда они сразу вышли в четвертьфинал. Через 1-8 и пройти дальше попытаются остальные сборные. По правилам после группового этапа никто не выбывает. Швейцария поспорит с Германией, Финляндия с Южной Кореей, Словения с Норвегией, а США со Словакией. Матчи пройдут завтра. Команда Южной Кореи выступает на Олимпиаде впервые в истории. Победить пока не удавалось. Поражение от Чехии 1-2, Швейцарии 0-8 и Канады 0-4. И еще одно от зрителей. Они слабо заполняют трибуны хоккейного центра в Канныне. Организаторы признают, много билетов не продано. Исключение медальные поединки и матчи с участием российской команды. У нее в Канныне самая большая группа поддержки. Российские хоккеисты в последний раз в Альбердвилле играли в последний раз Олимпийские игры. Им это очень нужна медаль. Потому что мы находились, когда в Новогорске, там где-то красная машина. А вот все чемпионаты мира, Олимпийские игры, ну просто заходишь. Ну это понятно, что команда легенды русские. Ну вот не хватает давным-давно этого золота Олимпийского. Старт Олимпийского турнира у россиян не получился. В первом матче группового раунда они проиграли Словакам 2-3, но затем разгромили Словению 8-2 и США 4-0. Без НХЛ-овских звезд рекорды ставит Илья Ковальчук. Он забросил две шайбы в ворота США и обошел Павла Буре по количеству голов в составе сборной на Олимпиадах. У Ковальчука их теперь 13, у Буре 11. В статусе Олимпийского чемпиона выступает сборная Канады. Она мечтает повторить успех Сочи, но пока смотрится не так ярко. Победы на Швейцарии и Южной Корее и поражение от Чехии. Напрямую в четвертьфинал сборная Канады вышла как лучшая вторая команда из всех групп. Уровень гораздо ниже. И даже если сравнить сборную Канады, которая сейчас участвует в Олимпийских играх, и те команды, которые приезжали на чемпионат мира, тот же чемпионат мира в Австралии и в Праге, где у канадцев по именам и по составу, по игре была очень сильная команда, то сейчас канадская сборная не выглядит таким монстром. Какая сборная выиграет Олимпийский хоккейный турнир, узнаем 25 февраля. Днем ранее в Канныне пройдет матч за бронзу. Прикоснуться к легенде. На один день в Минск привезли кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Мировое турне официального кубка организовала компания Кока-Кола. Сначала престижный трофей побывал во Дворце независимости. Особенность в том, что прикасаться к кубку могут исключительно чемпионы мира по футболу и президенты стран. Александр Лукашенко не только поддержал в руках главный футбольный трофей, но и поблагодарил организаторов тура за то, что и белорусские болельщики впервые получили возможность увидеть трофей. Из Дворца независимости кубок чемпионата мира по футболу FIFA отправился на встречу с болельщиками. Falcon Club за 7 часов увидеть официальный кубок смогли больше 6000 посетителей. Кубок чемпионата мира. Это честь. Сейчас в 2018 году какая-то команда выиграет этот кубок. Мы будем говорить, вот мы с ним фотографировались, а эта команда получила вот этот кубок. Это уникальное явление для всей нашей республики. От нас он поедет в Софию. Он весит 6 килограмм. На нем гравируется название стран, которые его заполучили. Он побывал в многих странах. Его поддержали в руках самые знаменитые игроки мира. Пикер, Рамос, Харусь, Пирлона. Раз футбол самая популярная игра, и этот кубок вручается лучшему среди сборных команд мира, значит, на мой взгляд, это самый лучший и престижный трофей в мировом спорте. В руках у победителей находится буквально там в течение часа, когда они его поднимают над головой, кричат и радуются, потом уносят в раздевалку, там фотографируются. Потом все, его возвращают обратно в FIFA на вечное хранение. Мне было 6 лет, как я знаю этого кубка, я хочу его видеть, как близко, так, может, держат, я знаю, что права на это не умею, но очень хочется. Он сделан из чистого золота сверху донизу. Даже мне казалось, что он внутри полый, но я здесь поговорил со специалистами, они сказали, что это вот цельный кусок золота. Ей очень нравится, она обожает футбол. А я эту компанию ее привез тут. Это целый день, конечно. Счастлив, мы слышали. Просто счастлив. Это просто эмоции невероятные. Ренджер отbernали. Это же война. Это мир. Аркадий Герасов – это мир, мир в Альфове. Я люблю. С возвращением. Олимпийскую чемпионку Анну Гуськову ждем в Минске уже в четверг. И до свидания, Пьенчхан. Церемония закрытия игр пройдет 25 февраля. Заходите на наш сайт ont.by, голосуйте, задавайте вопросы, присылайте видео. Все это в спортклубе через неделю. Мы прощаемся с вами. До встречи на ОНТ. Субтитры подогнал «Симон»